На минувшей неделе главной премьерой, безусловно, стал Lexus LX, что справил дебют вслед за родственным ленд-крузером 300-й серии. Уже подзабытый россиянами Ford выкатил новинку – коммерческий каблучок Tourneo Connect. Вдобавок мы узнали, во сколько рядовому покупателю встанут отечественные аурсы, посмотрели на тульский завод Хавейла и услышали, каким будет новое поколение Лады-Нивы. Так что новости на любой вкус, цвет и кошелёк. А под конец семидневки пришло весьма печальное событие. На 85-м году жизни скончался ведущий конструктор 24-й Волги. Приглашение Lexus на мировую премьеру Elixir в Москву мы получили с удивлением, ведь по всем инсайдам дебют модели откладывался. Однако, несмотря на мировой кризис микросхем, флагманский внедорожник выходит по расписанию. Нечасто мировые премьеры новых моделей проходят в России. Но это логично, ведь из полумиллиона выпущенных с 96-го года машин, каждая десятая осталась в нашей стране. Поэтому встречайте новый Lexus LX. Разумеется, Lexus широко унифицирован с Toyota и вместе с Land Cruiser'ом переехал на платформу GAF. Центр тяжести ниже, кузов крепче. Интересно, что кузов Lexus теперь сильнее отличается от Toyota. Взаимозаменяемы только двери, и даже задние стойки у Elixir оригинальные, с большим наклоном. Но главная интрига заключалась в том, предложит ли Lexus что-нибудь новенькое по моторной части, или скопирует всё у Toyota. Ведь в прежнем поколении бензиновые двигатели V8 у внедорожников отличались, да и дизель Lexus был мощнее. А теперь нет. Оба мотора одинаковы. Львиная доля покупателей Land Cruiser'ов до сих пор выбирали дизельные версии. А клиентов Lexus'а как раз привлекала возможность взять бензиновый V8 5.7. В новом поколении бензиновые моторы и Lexus'а, и Toyota идентичны, и даже одинаковые мощности. Отличаются они прошивками. А ключевое техническое отличие Lexus'а – электрический, а не электрогидравлический усилитель руля. Ещё одно отличие – переработанная гидропневматическая подвеска, которой лишён Land Cruiser. Кроме того, LX впервые предложат в четырёхместном исполнении VIP с раздельными креслами во втором ряду. Вообще интерьер Lexus'а сильно отличается от Toyota. В центре передней панели два экрана. Верхней диагональю 12,3 дюйма относятся к медиасистеме и навигации. Нижний, 7-дюймовый, нужен для управления климатом и внедорожной электроникой. На родине продажи LX'а стартуют в январе 22-го года. Для России же завод начнёт строить автомобили в декабре. Но на рынок LX выйдет позже. Впереди процесс сертификации, и обе машины, которые мы увидели на презентации, погибнут в обязательных краш-тестах. А подробнее о новинке мы расскажем в программе своими глазами. В понедельник, 18 октября в 22.35. Продолжим обсуждение новинок. Kia K5. Самый продаваемый седан среднего класса на нашем рынке заполучил новый логотип марки и свежую палитру цветов. Плюс маркетологи перекроили наполнение комплектаций, при том базовые версии стали заметно богаче. Со сменой модельного года K5 разом подорожал на сумму от 35 до 125 тысяч рублей. Сильнее других прибавил престиж, коему перепали старшая медиасистема, фирменная телематика, акустика Боуз и электропривод правого переднего кресла. Марка Aorus открыла в Москве новый дилерский центр. Продажи машин и сервисное обслуживание официально стартовали, и по счастливой случайности произошло это в день рождения президента России. Однако, как водится у Aorus'а, купить машину не так-то просто, ведь все выпущенные в этом году машины уже проданы, и лист ожиданий растянулся до весны. Фактически Aorus'ы выпускаются уже более двух лет силами Московского института НАМИ, а с начала лета и конвейерным способом в Елабоге. Но продавались они напрямую юридическим лицам, и лишь единичные экземпляры достались частником. Поэтому открытой группой Avilon дилерский центр – это полноценный выход Aorus'а на российский рынок. В продажу попали все пять модификаций «Сената». Это стандартный седан в обычном или бронированном исполнении, аналогичная пара удлинённых на полметра седанов с индексами 0,3 и 0,4, а также самый длинный лимузин с индексом 12, который выпускается только бронированным. Известны и цены. Почти все они восьмизначные. Но лимузин стоит 107 миллионов рублей. Вдвое дороже шестиметрового стретча и вчетверо дороже базового седана, который сейчас предложен в единственном топовом исполнении за 24 миллиона. Анонсированная начальная версия за 18 миллионов может вообще не появиться. На сегодняшний день, мне кажется, они приняли абсолютно правильную концепцию. Они зашли на рынок с продуктом в топовой комплектации. И время, и динамика по контрактованию показывает, что это очень востребовано. Возможно, у них будет спустя какое-то время желание и перспективы разгрузить автомобиль. И опционально, и по цене. Но практика показывает, что в принципе в этом нет никакой необходимости. Автомобили покупаются и бронируются. Максимальная комплектация очень хорошая. Под одной крышей с Аурусом — дилерские центры Ауди, Мерседеса и других марок. Но Аурусу выделили собственную сервисную зону с двумя подъёмниками, которые могут выдержать и броневики массой свыше шести тонн. К слову, норма ЧА стоит 10 с половиной тысяч рублей. И несмотря на то, что производственный план Ауруса уже распродано вплоть до первого квартала 2022 года, дилерская сеть будет расширяться. Мы надеемся до конца октября уже порадовать всех будущим партнёрством в Санкт-Петербурге. Следующий по плану у нас Юг России — это может быть Сочи или Краснодар. И дальше, наверное, мы передвинемся ближе к Казани. В последнюю очередь уже с точки зрения нашего плана до 2025 года мы планируем выходить на часть Уральскую, да, России и рассматривать Екатеринбург или Новосибирск, например. Но настоящий прорыв случится примерно через год. На рынок выйдет родственный Сенату внедорожник-комендант, который должен стать вдвое популярнее четырёхдверных моделей. Шутка про поездку в Тулу со своим самоваром — это банально, поэтому поедем мы не в Тулу, а в Тульскую область и не на чём-нибудь, а на Хавейле Джолион. Поводом наведаться на тульский завод Хавейла послужил сам Джолион. Дебютант этого года и самый доступный для нас кроссовер китайской марки быстро выбился в лидеры продаж и расходится по 700-800 экземпляров в месяц. «Отзывы хорошие, потому что машина хороша. Это автомобиль с высоким уровнем характеристик, инноваций и технологий. Я бы сказал, по доступной цене». С января по сентябрь Хавейл продал в России 25 тысяч машин. Это более чем в два раза больше, чем за три квартала прошлого года. Причём, почти все эти автомобили Хавейл выпустил под Тулой. Кстати, не ошиблись ли мы, сказав, что Джолион был пятой моделью. Казалось бы, их четыре. Есть ещё F7, F7X и рамный H9. Но нет, на конвейере задержался заслуженный конкурент Патриота — Хавейл H5. Об отправке его на пенсию мы сообщали весной. Но китайцы вдруг прислали ещё партию машинокомплектов, и последние экземпляры собираются только сейчас. «Мы решили остановить H5, потому что это довольно старая машина на рынке. Однако, мы отметили успех этой модели на российском рынке и сделали выводы. Очень скоро мы представим новый продукт, который, вероятно, займёт эту нишу». Локализация тульских машин неглубокая. Кузовное производство пока использует китайскую сталь и штампует только 22 детали. На все модели. Многие кузовные части по-прежнему импортируются. Кстати, полностью роботизирована только сварка кроссоверов F7 и Джолион. А рамные H9 варят полуавтоматическими клещами. Однако окрасочный цех работает по полной программе. Постепенно осваиваются и детали интерьера. А главное, строится завод двигателей. «Выпускать дизели мы не планируем и сосредоточимся на бензиновых моторах. Разумеется, это будет двигатель, который покроет львиную долю нашего модельного ряда. Я смогу назвать его позже, но это не будет большим сюрпризом. Моторный завод заработает в следующем году». Загрузка тульского завода стабильно растет. 1 сентября тут впервые ввели двухсменный график. За день собирают 200 машин, а к концу октября должно быть 300. Когда речь заходит о тульском заводе Хавейла, журналисты часто шутят, ведь большое предприятие загружено едва ли на треть. Но давайте отмотаем время назад. В 2013 году марка Хавейл в принципе только появилась. И уже через два года китайцы твердо решили строить завод в России. Согласитесь, это больше похоже на стратегию, чем на случайность. И сейчас китайцы заявляют планы стать главным кроссоверным и внедорожным брендом в России. Согласитесь, за такой историей интересно последить. Три года назад концерны Ford и Volkswagen создали альянс, дабы вместе работать над рядом проектов, разделив затраты. Первым пунктом программы стало создание общей линейки коммерческих моделей. Так, каблучок Ford Tourneo Connect нового поколения представляет собой перелицованный Volkswagen Caddy актуального образца на платформе MQB. Впрочем, визуально Ford выглядит иначе. У него полностью другая передняя часть кузова, а также переоформленная корма ценой пятой дверью и рисунком фонарей. В салоне отличий заметно меньше. Интерьерщики лишь слегка подправили форму передней панели, плюс взяли характерный декор из фордовских каталогов. Вся техника чисто фольксвагеновская. Только бензиновый мотор TSI переименован в EcoBoost, дизели TDI — в EcoBlue. А ещё Tourneo Connect готов впервые предложить преселективный робот и полный привод. В Европе продажи стартуют следующей весной. Клиентам предложат длинную и короткую версию, при том для обеих за доплату доступен трёхрядный салон. Помимо стандартных пассажирских каблучков, в гамме есть любопытные версии Active и Sport с внедорожным и спортивным обвесами соответственно. А позже гамму дополнит чисто грузовое исполнение. Кстати, следующей совместной моделью Форда и Фольксвагена будет пикап — новый Ranger и Amarok. Но эту машину уже разрабатывает Ford. Семейство Ford Mondeo вскоре оформит пенсион, оставив формальным наследником кроссовер Ivos. В Китае так точно. Хотя головной офис марки пока осторожно уточняет, что пятиметровый лифтбэк не будут продавать нигде, кроме Поднебесной. Предсерийный вариант Ivos народу предъявили этой весной. А сейчас выкатили товарную версию, которая, впрочем, ничем не отличается от выставочной машины. И это хорошо — дизайн отделу стиля определённо удался. Также похвалим крутой интерьер, где тачскрин медиасистемы имеет диагональ 27 дюймов и ширину больше метра. Огромный дисплей можно занять одним приложением или разделить на отдельные зоны по разным темам. Под капотом скрывается двухлитровый турбомотор, с которым состыкован классический автомат на восемь ступеней. Привод строго передний. О возможной гибридизации или электрификации пока молчок. Выпуском Ivos займётся совместное предприятие Чанянь Форд. В Китае новинка будет стоить разумные 35 тысяч долларов или 2,5 миллиона в пересчёте на рубли. Но об экспорте, как говорилось выше, пока что речи нет. Как известно, в этом году для стиля марки Лада закончилась эпоха британца Стива Маттина. Говорят, что автор знаменитого X-Face громко хлопнул дверью, получив нелестный отзыв от самого Луки Демео, главы группы Рено. Предметом спора начальника и подчинённого стал дизайн будущей Нивы. Так что теперь третье поколение внедорожника, а также другие Лады, рисует Жан-Филипп Салар, что прежде отвечал за облик современных моделей дачи, включая новые Логан и Сандера. АвтоВАЗ опубликовал короткое видеоинтервью, в котором Жан-Филипп Салар перечисляет заслуги, декларирует планы, но главное – анонсирует новую генерацию культовой вазовской модели. И наша следующая задача – разработка нового поколения Нивы, которая базируется на платформе группы Рено. Мы уже близки, чтобы сделать нечто по-настоящему крутое, и вся команда трудится над этим. Этот спич господин Салар произносит на фоне макета будущей Нивы. И хотя кузов будущей новинки накрыт плотной белой тканью, хорошо различим оформление передка в духе классического ваза 2121. И напоследок печальная новость. В Нижнем Новгороде на 85-м году жизни скончался ведущий конструктор 24-й Волги Владимир Борисович Реутов. Только закончив институт, в 59-м году будущий корифей отечественного автопрома пришел рядовым инженером на Горьковский автозавод. Там ему поручили заниматься компоновкой легковых автомобилей среднего класса. В 70-м 33-летнего специалиста внезапно назначили ведущим конструктором автомобиля ГАЗ-24. При том, как вспоминает автор будущей Волги, второе поколение седана могло получиться совсем другим. Сначала, по примеру американцев, конструкцию хотели делать рамной. Я начинал чертить раму на большом щите. Ну а потом от этой идеи отказались и пришлось все стирать. В конце концов, остановились на безрамном автомобиле. А еще Владимир Борисович всегда повторял, что моторный отсек дался компоновщикам чрезвычайно трудно. Ведь на стадии проектирования закладывались не только рядные четверки, но и моторы больше – V6 и V8. Потом добавились и покупные дизели. С двигателем Peugeot машины шли под индексом 2476 и 2477. Их выпустили порядка 8 тысяч штук. Для нынешней молодежи уточню, что компоновку выполняли без помощи компьютера. На кальке исправлялись. В 79-м году Реутов возглавил конструкторское бюро компоновки легковых автомобилей. А в середине 80-х занял пост заместителя главного конструктора по газовским легковушкам. На заслуженный отдых отец 24-й Волги ушел, оставив за плечами 42 года трудового стажа.